Сейчас в небе одновременно находится примерно 10 тысяч самолетов. В крупных аэропортах самолеты взлетают каждую минуту и не мудрено, что боязнь полета все больше одолевает сердца и умы многих людей. Кто любит летать, так это бравые пилоты, которые всегда контролируют ситуацию в воздухе. Однако и им иногда бывает страшно, особенно если речь идет о посадке в самых опасных аэропортах мира. Чем же именно они так страшны? Или это просто очередная газетная утка? Давайте посмотрим. Аэропорт Барра, Шотландия. Уникальный аэропорт, который принимает самолеты прямо на пляже. Полосы для посадки здесь обозначаются деревянными знаками, но в период прильев их постоянно затапливает. Особенный заряд адреналина можно получить, если прилететь сюда в сумеречное время. Аэропорт Лукла, Непал, глядит на всех с высоты гималайских вершин, покрытых мерцающим на солнце снегом. Его невероятно короткая взлетно-посадочная находится прямо на горном склоне. Здешние жители часто используют ее как переход, потому о посадке самолетов их заблаговременно уведомляет громкий звук сирены. Аэропорт Лагардия, Нью-Йорк. В небе над этим воздушным портом очень людно, поскольку рядом с ним находятся еще два аэропорта. Пилотам приходится беспрестанно маневрировать и производить по нескольку резких круговых поворотов, чтобы не столкнуться в воздухе с другими железными птицами. Аэропорт Каталина, Калифорния. Этот аэропорт в небе расположен среди отвесных скал, которые постоянно атакуют садящиеся самолеты сильной тряской. Кроме того, его взлетно-посадочная так своеобразно расположена, что увидеть ее края просто невозможно. Аэропорт Куршевель, Франция. Взлетно-посадочная этого горного аэропорта расположена под большим наклоном. Плюс ко всему, он находится очень высоко в горах, благодаря чему мощь и тяга моторов при посадке существенно снижается. Аэропорт Ситка-Рокки-Гутьерес, Аляска. Его взлетно-посадочная полоса полностью взята в водный плен. Если погода разбушевалась, пилотам становится дико сложно посадить железную птичку на землю, ведь иногда порывами ветра на полосу выбрасывает обломки горных пород. Международный аэропорт принцессы Джулианы в Сен-Мартин. Этот международный аэропорт находится рядышком с пляжем Махо. Самолеты тут порхают над панамками купающихся, а пилоты, глядя из иллюминатора, могут детально рассмотреть, кто в какой пляжный костюм одет. Аэропорт Густав Третий Сен-Жан, Сен-Бартелеми. Длина его взлетно-посадочной полосы 640 метров. При этом начинается она у дорожной развязки, а обрывается непосредственно у местного пляжа. Аэропорт Квинстаун, Новая Зеландия. Это настоящий экстрим для любителей пощекотать нервишки. Он расположен прямо у основания гор, благодаря которым при снижении абсолютно каждый пассажир может прочувствовать на себе перепады давления. Международный аэропорт Танкантин, Гондурас. Взлетная полоса этого аэропорта слишком коротка, а в окружении гор она еще и похожа на смертельный аттракцион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова